— Александр, вот мы говорили о туннелях, которые Хамас использует и для того, чтобы там скрывать заложников, скорее всего, которых они захватили, и для того, чтобы прятаться самим, проникать на территорию Израиля незаметно. — Вот местонахождение Мухаммеда Дейфа, на дом которого было совершено нападение, считается, что он может находиться как раз в этих подземных туннелях. Если это так, насколько вообще досягаемой целью он теперь является, и вот за последние вообще дни, как много руководителей организации Хамас, террористической организации Хамас армии Израиля удалось ликвидировать? — Сейчас сложно сказать об этом. По сообщениям Хамаса было уничтожено двое руководителей Хамаса. Не руководителей, а те, кто входили в управление, занимали те или иные должности в Хамасе. — Стоит понимать, что за 20 лет на территории Хамаса был выстроен целый подземный город. И ожидать то, что лидеры Хамаса будут находиться в своих домах, — это даже не наивно. — Решить эту проблему можно только одним способом. Войти в базу. Как это будет делаться? Это уже будет решать армию. У армии есть десятки способов, каким образом это сделать эффективно. — Это очень тяжело. Это будут потери, но другого пути нет. — Пока конкретно израильский солдат не пройдет по земле этого анклава, пока не спустятся в эти подземные убежища, Хамас не будет ликвидирован. — А на сегодняшний день перед армией поставлена четкая задача. Военное и организационное полное уничтожение Хамаса. Больше Хамаса не должно существовать на территории сектора АЗа. — Как это сделать? Есть масса вариантов. — Есть масса вариантов. — Министр обороны Израиля уже объявил о начале полномасштабного нападения на Хамас. Вы говорите, что для того, чтобы уничтожить Хамас, израильский военный должен ступить ногой в эти подземные туннели. Но именно вот эти подземные туннели многие аналитики считают самой главной преградой для достижения успеха израильской армии. Скажите, а вообще у израильской армии, у Цахаля, есть какой-то опыт нахождения в этих туннелях? И, как вам кажется, смогут ли они все-таки справиться с этой задачей? — Я думаю, что нет никаких причин, нет никаких преград, чтобы израильская армия провела зачистку. Нужно только лишь волевое решение политического руководства. Сейчас в Израиле создается чрезвычайное правительство национального единства, которое должно принимать непростые решения, с которыми будет согласна вся политическая, все политические партии Израиля. Непосредственно, что предлагает армия и то, что, на мой взгляд, будет делаться? — Будут объявляться секторально, секторально вычищаться районы. То есть берется один район, жителям ГАЗа говорят о том, что в течение 48 часов вы должны покинуть этот район. Кто не успел в течение 48 часов уйти, это уже его собственная проблема. Этот район будет зачищаться, просто будет сравниваться с землей. И так район за районом будут выдавливать к северу, и туда уже будут заходить армейские части. Не будет такого, чтобы ввелись городские бои. Никто не будет ввязываться в городские бои. Будут просто зачищать, все. Но вот также вы говорили о волевых решениях, такое достаточно волевое, наверное, решение. Принял министр обороны Израиля и заявил, что он снял все ограничения с проведения военных действий. Скажите, что могла значить эта фраза? Правильно ли многие ее поняли, что это снятие ответственности за какие-то даже военные преступления, в том числе во время ведения боевых действий? Поймите, мы на сегодняшний день ведем войну не с людьми, а с животными, против которых не действуют никакие военные законы. Министр обороны сказал то, что он сказал, и то, что он хотел сказать, и то, что он считал нужным сказать. Хамас будет уничтожен. Если Хамас не будет уничтожен, если останется хотя бы какие-то ростки Хамаса на этой территории, значит, Израиль становится на тот же самый путь, который привел к этой страшной катастрофе. За один час, в течение первого дня, в течение первых часов, было убито более 200 тысяч мирных граждан. Вы себе даже не представляете, с какой жестокостью их убивали. Убивали целыми семьями. Убивали детей на глазах у матерей. Насиловали матерей на глазах у детей. Потом отрубали голову, отрубали конечности. Все это снимали на видео и выкладывали в сеть. Конечно, это все ужасные действия боевиков Хамас, которые мы все дистанционно в том числе могли наблюдать, потому что, как вы уже сами выразили, что все это публиковалось, это все снималось, публиковалось в сети. Но, к сожалению, это же все-таки не повод также отходить от международного права и прибегать к совершению военных преступлений. Неужели армия Израиля сможет себе это позволить? Смотрите, военные преступления – это когда целенаправленно уничтожается мирное население. Израиль всегда использует такую тактику. Раньше использовал тактику. Если хотели нанести удар по какому-то объекту, наносили очень точечно, независимо от того, насколько заселена эта площадь. Они наносили сначала болванкой удар по крыше, давая понять, что сейчас будет нанесен удар. Все выходили, и после этого наносился удар. Если зеваки оказывались, это уже их проблема. В данный момент действовать будут таким образом. Дают 48 часов для того, чтобы покинуть район. Все, предупредили население. Воюют не с населением, воюют с группировкой, с организацией «Хамас», которая является угрозой не только для Израиля, она является угрозой для всего Ближнего Востока. Не просто так. В той же самой Саудовской Аравии и в Иране «Хамас» считается преступной организацией. Там им просто головы рубят. Поэтому другого способа нет, как только защищать эту территорию. Ну и в конце нашего разговора... К сожалению, у нас не так много времени осталось. В конце нашего разговора хочу задать вопрос о ресурсах, которыми обладает армия Израиля. Достаточно ли их? Насколько вообще армия Израиля нуждается в той помощи США, о которой идет речь? Смотрите, я оставил службу в 2010 году. Достаточно много времени уже прошло. На тот момент, когда я служил, израильская армия обладала фантастическим ресурсом. Такими технологиями, которые просто на сегодняшний день нет. То, что произошло сейчас, это не вина технологий. Это вина безалаберности, бездарного руководства армии. И с этим нужно будет еще разбираться. Почему весь Южный фронт оказался без прикрытия? Оказался в Иудее и Самарии. Но это уже отдельный вопрос. Но это действительно отдельный вопрос, с которым нам действительно придется еще разбираться. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Александр, спасибо вам большое за то, что смогли присоединиться к нашему эфиру. Израиль обладает всем ресурсом необходимым. И даже без Соединенных Штатов. Присутствие Соединенных Штатов нужно только для того, чтобы дать понять Ирану, что не стоит вмешиваться в этот конфликт и в то же самое Хизбалле. Но с Хизбаллой Израиль в состоянии справиться и сам. И вряд ли Хизбалла вмешается, видя, что происходит сейчас в секторе Рыаза. На секторе Рыаза сбросили сейчас больше боеприпасов за сутки. В пять раз больше, чем за всю Ливанскую войну 2006 года. За одни сутки больше боеприпасов скинули.